Раздрапируйте мавзолей! Новая книга публицистики, классика русской литературы Юрия Полякова, дает читателю яркую картину постковидной эпохи глобальных геополитических и тектонических сдвигов, когда обострились многие давно созревшие противоречия и обозначились многие новые конфликты. Один из самых ярких русских публицистов дает ясные и глубокие оценки всему тому, что происходит в нашей политике, общественной жизни, информационной сфере и культуре. Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Дорогие друзья, давайте поприветствуем выдающийся русский писатель, публицист, драматург, поэт Юрий Михайлович Поляков. Добрый вечер! Сегодня мы говорим о новой книге Юрия Михайловича, которая называется «Раздрапируйте мавзолей». Юрий Михайлович, буквально несколько слов, чему посвящена ваша новая публицистическая книга. Ну, начнем еще раз. Начнем мы с того, что эта книга, как и в последние годы большинство моих публицистических книг, вышла в издательстве «Книжный мир», руководителем которого Дмитрия Лобанова. Вы сейчас можете лично познакомиться с этим вопросом. Хочу сказать, что вообще издательство очень интересно и много лет выпускает вот такую именно публицистическую, политологическую, историческую литературу такого патриотического направления. Я думаю, что направление и позицию издательства может проиллюстрировать, я бы сказал, с положительной стороны, вот тот факт, что вот несколько лет мы не можем прорваться с книжками на книжную ярмарку «Нонфикшн», которая проходит здесь вот в гостином дворе. Вот не пускают издательство, говорят, нам вот такие патриотические, значит, издательства не нужны. Ну, что нам говорить, если... Я был на этой выставке, кстати говоря, в «Круглом столе» принимал участие по детско-юношеской литературе, я вообще там признаки того, что идет уже второй год специальной военной операции, вообще не заметил. Прошу отметить, это в центре Москвы, как говорится, в основном на казенные деньги и так далее. Но это отдельный вопрос, как такое может быть. И, кстати говоря, если вести речь о тематике этой книги, то во многом вот и статьи, и интервью, они посвящены именно вот этой проблеме. А что вообще происходит, и может ли часть, так сказать, общества, воевать за русский мир и за восстановление, как говорится, исторической, там, геополитической и прочей справедливости, а другая часть общества делать вид, что ничего не происходит. А третья часть общества откровенно, причем сидя на государственных должностях, еще и бороться. Понимаете, мы, конечно, удивительная страна, где пятая колонна, она же и элита, так сказать, управленческая, политическая и культурная. Это, конечно, феномен, который, я думаю, будет изучаться историками. И книга эта еще интересна тем, что сюда как раз вошла публицистика, написанная или наговоренная, но поскольку я интервью свои всегда потом авторизую, практически, в общем, написанная, конечно, в ковидный период и после начала специальной военной операции. То есть это последние где-то два-два с половиной года. Ну и дальше там по каким-то темам отдельно еще поговорим. Дорогие друзья, если у кого-то есть вопросы, поднимайте руку, и я подхожу к вам с микрофоном. Спасибо. Юрий Михайлович, позвольте, главный редактор издательства, задать вам вопрос. С удовольствием редактировал вашу книгу. И поскольку вы здесь в зале, по моему искреннему убеждению, наиболее осведомленный человек в литературном сообществе Москвы, у меня к вам два вопроса. Вопрос первый, глобальный. С 1987 года русская литература не может получить Мобилевскую премию. Даже японцы в начале 21 века получили три-четыре премия. Скажите, пожалуйста, вновь созданная Ассоциация писателей и издателей России что-то делает, и Союз писателей России, естественно, для того, чтобы привлечь внимание к нашим выдающимся писателям, в том числе и к вам, как бы, Мобилевского комитета. Вопрос первый. И второй вопрос. Специальная военная операция продолжается. Возвращаются ветераны, некоторые из них потенциальные писатели. Но это другое поколение. Они привыкли к клавиатуре, к англоязычным каком-то надписям. И создается ли в недрах Союзе писателей России какое-то подразделение, которое смогло бы помочь потенциальным писателям много реализоваться, написать об этих трагических событиях, издать книгу, финансовые какие-то ресурсы. При том, что раньше такие подразделения были. После гражданской войны, помните, Николай Островский, Фадеев, Шолохов, полузабытый Артем Веселый, Бабель, Великой Отечественной Ивановой Виктор Астафьев, которого Критих Макаров вытаскивал, как быть, море, другие примеры. А сейчас ответить. Итак, первый и второй вопрос. Спасибо. Хочу сразу ответить, что именно на этим темам посвящены, у меня здесь несколько статей интервью. Если вот книжечку возьмете, будете читать, на эти темы я рассуждаю развернуто. Сейчас я вкратце попытаюсь ответить. Вы, в общем-то, попали, как говорится, в цель. Сначала по поводу Нобелевской премии и вообще международной премии. Дело в том, что Нобелевская премия, как высшая квалификация литературного мастерства и вклада в литературу, она уже в этом качестве не существует как минимум лет 20-25. За это время она превратилась в абсолютно политизированную премию, в которой отмечаются, если это не англосаксонский мир, в основном отличаются писатели, которые, грубо говоря, работают против своей цивилизации. Понимаете, да? Вот. И это даже видно уже и по нашим, значит, литераторам, и по последней этой писательнице, которая, она же нам бы хотел назвать белорусской, ну, конечно, русскоязычная писательница, белорусская, кстати, все забываю ее в фамилии. Да, Лисеевич, да, да. Я ее хорошо знаю, я с ней, кстати, одновременно получал премию Ленинского комсомола. Она про Дзержинского тогда писала. О том, как, да, детей воспитывать, глядя на Дзержинского. Вот. Потом она превратилась просто, сначала в антисоветчество, потом, так сказать, в русофобку, так сказать, и именно за это получила эту премию, поскольку никаких там литературных... Это такая публицистика, ну, нерешенная, конечно, напористости и так далее. Ну, к литературе это никакого отношения не имеет. И все остальное примерно то же самое. Поэтому стремиться, ну, я знаю, что номинировался на это Войнович, номинировался из последних, по-моему, номинировалась на это Улицкая, да, Улицкая. То есть вы сразу видите, да, что направление вот это, русского направления, патриотического, да там еще нет. Вот. Интересно, кстати, это тоже не без, не, скажем, безопасная вещь. Вот многие спрашивают, а с чем связана вот в свое время такая неожиданная перемена политических взглядов Виктора Астафьева, который же был очень такой писатель, патриотический такой, в общем-то, даже воинствующий, так сказать, патриот, даже, я бы сказал, с перехлестами, если вспомнить его, значит, полемику с Эйдельманом, с Натаном Эйдельманом. А дело в том, что просто к нему приехали очень серьезные люди из кабинета Номелеского, сказать, что вот если вы как-то поддержите Ельцина, если вы, так сказать, перейдете вот на эту сторону, то мы вам дадим Номелеского. То есть как писатель вы ее заслужили. Он перешел, вы все помните, ну, кто постарше, помните, как мы все видели полумертвого Ельцина, в Овсянке, так сказать, там, на берегу Великой Сибирской реки и так далее, и так далее. Ну, и все, конечно, ничего ему не дали, просто он как бы от ворон отстал, к плавам не пристал, понимаете. И это вообще нужно, так сказать, исключить, даже не думать об этом. Речь идет о другом, надо наши премии поднимать, потому что у нас ведь что получилось, скажем, если мы сейчас с вами вспомним, кто получал Ленинские премии в области литературы и Государственные премии в области литературы в советский период, то за редчайшим исключением это действительно крупные писатели, которых сейчас можно читать, и они, в общем, там, ну, кто-то посильнее, кто-то послабее, ну, это крупные все писатели, там графоманам, поверьте мне, не давали. Вот, ну, если там не считать, там, Ленинскую премию за, там, малую землю, там, возрождение и так далее, но и то она написана вполне профессионально для мемуаров государственного деятеля, она, в общем, так нормально писала, я даже знаю, кто ее писал, и, между прочим, честные были в политике деньги, там он все передал тем, кто писал, вот, значит, Леонид Ильич. Ну, так вот, и, а сейчас ведь у нас, вот, если я спрошу, а кто получил в прошлом году государственную премию в области литературы, а вы не вспомните? А кто? Вы не вспомните? А кто? Ну, в прошлом году... Давайте микрофон все-таки задавайте вопрос. Да, ну, в прошлом году, по-моему, никто не получал, а в позапрошлом году получил, так сказать, Павел Басинский за вот такую популярную книжку про то, как Толстой ушел из Ясной Поляны. Знаете, ну, конечно, делки интересные, но, как говорит, про это написано, если вы помните, еще Ильфа Петров писали знаменитые фразы «Графиня изменившимся лицом бежит к пруду», это же из Телеграма тогда, журналисты, вот тогда высмеивали вот это, вот, значит, эксплуатацию темы, значит, ухода из Ясной Поляны. Ну, а теперь вот так это, понимаете? Значит, ну, я-то знаю, почему, потому что я литератор, я слежу за всеми этими вещами, а большая книга – это вообще паноптикум, то есть, в принципе, если ты знаешь, что человек получил большую книгу, лично не хуже, даже не читаю, если я знаю, что получаю, значит, это уже, как бы, антизнак, знак антикачества, то есть, вот проблема, то есть, надо отечественные премии делать серьезными, чтобы получали достойные литераторы. Это, значит, тот первый вопрос, поэтому в этом смысле никто и в ближайшее время это вообще не актуально, потому что процесс отмены литературы, понимаете, если Стивен Кинг там говорит, что кто такой ваш Достоевский, понимаете, вот, ну, о чем мы будем говорить, понимаете? Стивен Кинг, конечно, неплохой билетрист, но он близко, человек Достоевского вообще не подплывал. Теперь, что касается, вот, нового поколения, я пишу об этом, у меня там есть специальное, там, интервью и статья, посвященная именно этой проблеме, и я там провожу параллель, действительно, с Великой Отечественной войной, потому что Великая Отечественная война дала, конечно, целую плеяду писателей очень высокого уровня. Сначала, конечно, это была война, была волна такой публицистики, очеркистики, поэзия, прежде всего поэзия, потому что поэзия более оперативно работает. Потом уже пошла проза, там, кто-то, как Некрасов, в окопах Сталинграда пораньше, лейтенантская проза, там, Бондарев, там, это попозже, вот, но, тем не менее, пошло, действительно, пришло мощное поколение фронтовых писателей, которые во многом определяли и литературную, и такую нравственную ситуацию в обществе, вот, фактически, до середины 70-х, а то и до конца 70-х годов. Я в свое время занимался фронтовой поэзией, у меня диссертация моя была именно по фронтовой поэзии, я работал в архивах, очень много, так сказать, перелопатил дивизионную, такую низовую армейскую печать. Понимаете, тогда все писали стихи. Любая дивизионная газета, она начиналась со стихов, значит, и в конце там какой-то филетон, стихотворный короткий филетон про то, как там фрицу, понимаешь, там, Катюши, там, вырвал вообще все, что можно, откуда можно, вот это все, и все писали, причем, там, гвардия рядовой, там, сержант, там, лейтенант, там, все. И, ну, ты читаешь, думаешь, слушай, что это хорошая стихия-то, а тогда, сейчас-то сверху пишет, кто автор, а тогда внизу. Поэтому прочитал, доказал, что, а, это Павел Шубин, вот, ты знаешь, был очень известный поэт и мистификатор очень известный, он, как, при, значит, летает, делегацию в Индию, где-то слетал, это где-то в середине 50-х годов, или там, конец 50-х годов, возвращается, он говорит, ну, Павел, говорит, расскажи, как встречали советских писателей? Он говорит, ну, как встречали? Ну, прилетели в Дель, сели, спускаемся по траку. Внизу, значит, стоит Гайя, Ганди нас встречает сам, вот, он говорит, Ганди, я говорю, Шубин, Павел? И, то есть, писали все. Сейчас ситуация очень похожая. Сейчас тоже очень много пишут стихов, и вот приходит большое количество из зоны военных действий, уже, к сожалению, несколько пишущих стихи погибли, причем, даже есть один автор нашей литературной газеты, как это печатается в свое время, и вышло уже несколько сборников стихов. Это издательство «Вечи» выпускает эти стихи, уже, по-моему, из сборников 7, причем они начали выпускать за свой счет, абсолютно никто не помогал. Первый сборник, по-моему, вышел чуть ли уже не в апреле или в мае. Более того, я вам хочу сказать, когда в начале июня проводилась книжная ярмарка на Красной площади, им пытались запретить презентацию вот этого сборника. Вот, кстати, там есть одно секретаре, я потом вам прочитаю, потому что здесь сборник заканчивается как раз теми стихами, которые я печатаю в телеграм-канале своем. Так им пытались запретить. Ну, там такие ребята серьезные, вот, руководят этим издательством, так же, как вот наш, так сказать, Дмитрий Лобанов. Вот, они сказали, бывшие офицеры, они сказали, да, пошли. И провели, провели, значит, на них там наезд, и вдруг администрация президента, а это распечать все организм, администрация президента спрашивает, а как вообще на книжной ярмарке в Кремле специальная военная операция-то отражена? А никак, там ни одного плаката запретили на эту тему еще говорить, так далее, так далее. Только на свой страх и риск, я там проводил презентацию, я говорил, мы задали вопросы, я говорю. Вот. И что вы думаете, они сделали, эти организаторы? Они отчитались, нет, а вот у нас была презентация сборника стихов писателей, участников СВО, издательства вечера. И они отчитались тем, что они поначалу пытались запретить. Понимаете, вот такие у нас, значит, парадоксы происходят. Теперь, да, действительно придут люди. Им надо каким-то образом, ну, получать образование, потому что большинство поэтов, прозаев, которые пришли, значит, с войны, они потом учились в основном литературном институте. Конечно, туда ушли и профессиональные уже поэты. Например, Наровчатов, он учился до войны, там, Симонов тоже учился. То есть кто-то ушел, значит, уже будучи, получив образование и сложившимся литературным, но большинство потом, вернувшись, получали вот это образование в литературном институте. Хотя были по стране и другие объединения каких-то литературных, их тогда было очень много, но в основном в литературном институте. Вы видите, вот вроде бы сейчас скажется, значит, что-то они вернутся, и, конечно, надо создавать в литературном институте специальный поток, может быть, ускоренный, потому что у кого-то уже образование высшее есть, просто нужно там пройти через семинары, подучиться, потому что это профессия, ей надо учиться. Но, понимаете, литературный институт значительной своей части выступил против СРУ. Вот я сейчас могу представить, да, и приходят в институт эти вот фронтовики, многие же, так сказать, уже изранены, покалечены, и они попадают в такое, значит, вот, как говорится, в гнездо такого, значит, воинствующего пацифизма. Что там произойдет? И как вообще могло получиться, чтобы литературный институт, студенты которого почти единодушно пошли добровольцами на фронт? Там просто некоторых не взяли, там, особенно девчонок. А так они все пошли буквально на следующий день записываться в добровольство. Вот такое. И Флик, кстати, тоже самое было, вот, где учился Павел Хоган, вот, автор «Бригантина». Значит, а теперь вот такое ли? Да случайно? Нет, это не случайно. Это такая была политика. А теперь вот такая ситуация. Да, наверное, что-то надо будет, так сказать, создавать. Опять же вопрос, а кто там с ним будет заниматься? Кто? Если это будет какой-нибудь писатель-пацифист, понимаете, вот там просто они отлупят его и выгонят за аудиторию. Ребята-то крутые, вернутся. Юрий Михайлович, может быть, вас, ректором? Нет, я ректором. Вы знаете, у нас, назвать, ну, во-первых, я уже для ректора староват, вот, все-таки это дело, дело молодых, но я имею в виду, что у нас не любят патриотов во власти. У нас, понимаете, как раз, если ты хочешь себе испортить карьеру, ты, как бы, вот, так сказать, не скрывай, что ты патриот. И ты ее испортишь очень быстро себе. Понимаете, почему это происходит? Потому что власть, она считает, что с либералами она всегда договорится. Потому что там вопрос в суммопрописи. Все зависит просто от ширины графы, куда записывается сумм. Чем шире, значит, графа, тем покладистее либерат. А патриоты, если это искренние патриоты, не коммерческие, как сейчас вчерашние либералы стали коммерческими патриотами, а если это искренние патриоты, то они требовательные. И вот этого требовательного патриотизма наша власть боится больше всего. Потому что, ну, патриоты тоже живут, конечно, не святым духом, но у них совсем другие претензии к власти. Понимаете? А вот этот требовательный патриотизм очень не нравится, потому что он ведь далеко заходит. Ведь, знаете, требовательный патриот, он может спросить, а вообще как получилось вот так? Да? А почему без ботинок оказались? Как это так? Никто не хочет. Потому что нити, как правило, ведут довольно далеко. Я не скажу ничего такого, значит, что может изумить, но я думаю, мало государств могут похвастаться тем, что, скажем, в момент, когда страна вступила в очень серьезный конфликт с консолидированным Западом, значит, сразу три бывших первых вице-премьера, курировавших оборонку, оказались на ПМЖ за границей. Я думаю, что, так сказать, такие премьеры приводить очень трудно. Ну, я имею в виду, там, знаете, кого-то, так сказать, и Клебанова, и Дворковича, там, и вот этот еще такой молокольный такой. Как это могло быть? Как они вообще могли, люди с такими взглядами, с таким отношением в стране, работать такой должности, да еще конкурировать оборонку? Они же уехали не только своими деньгами, они же со всеми секретами уехали. А мы еще удивляемся, что у нас такие, вот, так сказать, затыки там. Еще удивительно, что, ну, как говорится, нет тех бастионов, которые не брал русский салфет. Дорогие друзья, напоминаю всем, кто хочет задать вопрос, поднимает руку, я подхожу с микрофоном. У нас вопрос. Если из леса убрать хищников, лес начинает гнить и падать. Появляются гнилые зайцы, гнилые косули, и так далее, и тому подобное. Любое несогласование, несогласие с природой чревато для человечества в любой области, в том числе и гуманитарной. Какой-то дебил догадался из гуманитарной сферы, убрать цензуру. И после этого гуманитарная сфера все ближе и ближе приближается к Плинтусу. Спросите любого присутствующего здесь, назвать уважаемое ими произведение, гуманитарное, и вам назовут произведение, созданное во времена цензуры. Вопрос, как и когда внедрить цензуру? Ну, этот вопрос сейчас обсуждается, он, в общем-то, достаточно непростой, но ведь дело в том, что исчезла-то не вообще цензура, а исчезла государственная цензура. Понимаете? То есть, вот я с государственной цензурой, я, когда был советским писателем, я сталкивался довольно плотно. Вот мои первые там повести, значит, ЧП районного масштаба, «Сто дни до приказа», они, значит, довольно долго не выходили в печать, именно по, значит, причине того, что им не давало добро цензура. Потому что раньше без штампа цензуры ничего не выходило. Я сам очень хорошо помню, когда я работал там в изданиях, вот был такой кабинетик, там сидел уполномоченный глав, это называлось вообще «Уполномоченный главлита». Вот. Но все его называли по старинке цензор. И я помню, когда я пришел работать, значит, в газету «Московский литератор», это был в конец 78-го, начало 79-го года, и там набранную полосу, значит, меня, сказали, говорят, «Московский литератор», прокатались, скрутили, и говорят, «Отнеси в цензуру». Ну, я, значит, спускаюсь этажом, на третий этаж в цензуру отнесу, я спускаюсь, значит, этажом, и хожу, значит, читаю, это на Цветном бульваре было, в старом здании газеты, и читаю, значит, где цензура написана. Нет. Потому что я что-то не понял, вот, я поднимаюсь, говорю, я не нашел. Он говорит, «Да ты что искал-то?» Я цензуру искал. «Ты дурак, что ли?» Говорю, «Там, вот там есть одна дверь, там ничего не написано на ней, вот там сидит цензор, но называется он полномоченный глотлита». Я спустил, на ней сидит одна дверь, там такая табличка, а под табличкой ничего не написано. Я захожу, сидит такой улыбчивый парень, «Давай, литератор, ну что, там какие-то секреты вы даете?» Вот. То есть, там все люди, у них вот такие, значит, талмуды были. Кому интересно, я все это подробно описываю в романе «Веселая жизнь» или «Сексус СССР». Такие вот справочники, они знали, что можно упоминать, что нельзя. Ну, это была охрана секретов, ну, и там смотрели, какие-то имена, которые, значит, нельзя, так сказать, было упоминать, и так далее. Но это была государственная политика. Мне объяснили, но, понимаете, мы же не печатаем ваши стадии до приказа не потому, что мы не знаем противоуставные отношения, ничего не боимся. Нет. У нас, говорит, другая система в стране. У нас публикация, неважно, по телевизору, по кассу, статья где-то, кино, спектакль, если там какая-то социальная проблема обозначена, социально-политическая, не важно какая. Общественная проблема, которая волнует общество. Если она показана, если это напечатано, значит, государство таким образом признает наличие этого, так сказать, недостатка. И следующий шаг после публикации. Государство говорит, что да, это негативное явление есть, и мы предпримем вот такие, такие, такие меры, чтобы его не было. Так работала общественная система. А у нас ведь сейчас нет системы мер против неуставных отношений, которые мы можем предложить. Понимаете? Поэтому вот такой затылок. Ну и со временем это все рассосалось. Та же самая история была очепровенного масштаба, когда тоже не печатали несколько лет, потом вдруг выходит постановление ЦК партии о недостатках комсомола. Там немножко по-другому взялся, смысл был такой. Все, сразу говорю, все, давай срочно, срочно, с колес Дементьеву звонят, говорят, а что вы маринуете поиску, как маринуете, вы запретили. Мы запретили. Центральный комитет ничего не запрещает. Нет, давайте быстрее, давайте быстрее. Вот так это работало. Потому что а потом отношение стало такое, а кто вообще говорит, что мы живем в совершенном обществе. У нас не совершенное общество. У нас общество вообще дрянь. И никто мне обещает рая на земле. Все, закончат эти разговоры. Поэтому вы пишите, мы принимаем сведения. Вот какая почему сейчас литература не имеет такого значения. Потому что все понимают, что если раньше писатель прорвался, с поворотом рек, с русским лесом, с нечерноземьем, все, следующий шаг это действие густарств. Так и было. Сначала была деревенская проза о драме русского нечерноземья, а на самом деле центральной России. А потом постановление о подъеме нечерноземья. Там было вложено очень много. Если бы не началась перестройка, может сейчас был бы просветающий регион. И это все ушло. И в этом смысле государственный цензур не стал. Но цензура-то осталась. Вы попробуйте принести какую-нибудь патриотическую статью по-настоящему в российскую газету. У нас никто там не напечатает, потому что там правит балл либералов. Хотя это почти государство, почти правда. Я уж не говорю про коммерсант. Я уж не говорю или недавно еще существовавшую новую газету. Все. Там очень жесткая цензура. То же самое на телевидении. Я работал на телевидении. Мне писателя русской направленности было очень трудно передачу вызвать. до начальства примем. зачем это? Если ты настаиваешь, никто не спорит. Ну максимально вот так вот. Это все спускалось на тормоза. Я это по себе очень чувствую. Например, когда удалили из театра бхат имени Горького Доронину и туда пришли мои оппоненты Бояков и Прилепин. Они сняли сразу четыре пьесы, которые шли но очень успешно шли некоторые на аншлагах особенно от Говорухинской контрольный выстрел и Доронинская постановка как боги. Они сняли и сожгли декорации чтобы нельзя было восстановить. Это что не цензура? Самая настоящая цензура. Только это не государственная цензура. Это цензура определенной тусовки, определенной группы политической, эстетической. Вот. Я например на себе эту цензуру групповую и тусовочную я на себя очень остро чувствую. И она направлена как ни странно прежде всего даже сегодня прежде всего против деятелей культуры настроенных государств патриотически. Вот такой у нас парадокс. Но он есть. И вот я об этом как раз очень многие мои статьи посвящены этой теме. Так что она конечно частично возвращается этот цензур. Но ведь тоже какие-то имена перестали так часто мелькать. Но это очень странная система. Ну например по телевизору стали реже показывать допустим этих людей. Но их книжки например хотя некоторые из них иноагентами признаны. Они остаются в списке литературы рекомендованной нашим министерством образования рекомендованных для обязательного чтения старших классов. Можете зайти на сайт у Витекса Параханова там нет. Проханова там нет. Но зато там есть Дмитрий Быков та же Улицкая есть. Знаете вот поэтому вот в этом смысле я считаю что да должна быть какая-то принципиальная позиция. Если литератор деятель культуры шире во время войны идет война война уже погибло народу вот значит если они встали на другую сторону значит все так сказать они должны быть удалены из информационного образовательного поля по крайней мере на время этой войны. А там разберемся ведь вот я всегда привожу пример неоднократно его приводил и еще раз приведу очень характерно был такой значит поэт абериут Данил Харбс все знают культовая фигура на мой взгляд просто сумасшедший человек но не лишенный конечно таланта Данил Харбс всех посадили Заболоцкого посадили Веденского посадили там все его не притрогал почему потому что он Ювачев потому что его отец был другом Ленина знал Ленину был из старых большевиков поэтому у друга Ленина сын с приветом получился ну бывает один что ли вот и его не трогал он чудил там вызывали их возвращали и Питер он значит если это так в Питере в Ленинграде тогдашнем он встретил блокад значит ну человек со странностями он вышел на Невский проспект об этом кстати мало кто говорит и пишет кто интересовался знает и стал говорит а еще чего волнуетесь сейчас придут немцы и все будет нормально все будет порядок питание все где он оказался через полчаса в сумасшедшем доме откуда он и не вышел понимаете вот как жалко конечно человек был талантливый не гениальный конечно но талантливый вот но с другой стороны по законам военного времени хорошо не расстреляли разобрались что ненормально сумасшедший дом отправили говорил бы нормальный человек и тут не папа так сказать друг ленин никто не помог почему потому чтобы началась война народная священная война понимаете к чему это такая вот история так что я думаю что очищение и цензура она будет нарастать по крайней мере на военный период потом я не знаю какая будет политика я себе не представляю как можно воевать и не иметь так сказать государственной подчеркну опять государственной цензуры в средствах массовой информации в сфере образования и так далее это нонс это есть везде кстати западники они эту цензуру давно уже ввели и вот эта отмена всего русского это просто элемент этой цензуры политической просто один из элементов заодно запретим и доставим нам там Шекспира так сказать или там Голлсорси отменять в голову и приходят Шевченко нам не приходит в голову отменять понимаете они приходят вот такая история дорогие друзья я напоминаю всем у кого есть вопрос поднимайте руку и я подойду к вам с микрофона как хотите время от времени всплывает кстати у нас в беседах разговорах именно с Женицей вот ваше мнение о нем как о художнике как о литераторе как его творчество отразило правду и он же наверное претендовал на исследователя и как вот исследователь советской эпохи вот ваше мнение ну это вопрос простой для вас наверное и посложнее вопрос вот как говорится брожу ли я вдоль улиц шумных вхожу в многолюдный храм сижу в межъюныши безумных я предаюсь моим мечтам мечты такие в каком обществе в смысле формации мы жили и почему это общество которое которое было казалось и грандиозно и величественное и могущественно прошло испытание не эффективное не учебное а на деле такое испытание и вдруг рухнуло причина всего этого только прошу не упоминайте в причинах имя Горбачева и Ельцина все касается Солженицы понимаете но вот кто следит за моей работой моей в литературе тот наверное помнит тот скандал который разгорелся в 14-м году значит связанный с именем Солженицына и виновником которого был я потому что в интервью газете культура я значит удивился слушайте говорю а что происходит у нас вот в будущем году у нас столетие Симонова потом у нас столетие Горького 150-летие Горького потом у нас 200-летие значит Тургенева там в этом году 14-й был год у нас 200-летие Лермонтова ну там не говорю про Алексея Константиновича Толстого грандиозная фигура и так далее не слово про их юбилеи а в 14-м году уже рассылаются циркуляры как в 18-м году следует в регионах везде отмечать столетие Солженицына какие открывать музеи то, сё пятые десятые и так далее я говорю вообще какая-то иерархия то есть понимаете ну можно любить Солженицын можно не любить но я думаю никто не будет спорить что как писатель он близко к Горькому никто к Геневу не приближался именно как литерат вот и так далее потом я говорю надо вспомнить вообще что он говорил про нашу страну когда был в эмиграции ну и так далее но тут такой скандал начался тут такая вообще была эпопея и интересно что во главе той травли которая была буквально в смысле травли меня начали буквально травить оказалась российская газета про которую что-нибудь говорили понимаете причём это интересная вещь они сначала на сайте на своём опрос там да мне открытое письмо конечно написала вдова значит Солженицына о том что ей стыдно что такой человек так сказать неандерталец такой возглавляет литературную газету что это вообще позор там и так далее хотя до этого они печатались там всё мы всегда печатали какие-то материалы которые предлагал ещё при жизни Солженица и так далее и значит ну я ответил и вот они дали такой мол кого поддерживать в этом конфликте Полякова или вот Солженица ну я вам хочу сказать что большинство поддержали естественно меня там процентов 85 но это никуда не попало я потом встречаю на каком-то мероприятии главного редактора газеты Фронина и я говорю ну и что и чего вы так сказать про свободу слова там говорите и так далее если вы честный журналист значит вы должны напечатать да мы редакция так сказать считаем что Поляков не прав но наши читатели 85% вы же не напечатали результаты этого опроса вы его быстренько удалили я говорю ну ты понимаешь ты же понимаешь ты там задел вообще бог знает кого ну а чего вы хотите вот поэтому я и тогда и сейчас вот тоже когда начало да и тогда тогда я что еще больше всего взбесило вот это окружение я сказал что говорю не надо изучать в школе архипеллан ГУЛАГ это недопустимо потому что это опыт сам же автор сказал что это опыт художественного исследования вот он так эту эпоху видит он пользовался именно вот такими так сказать свидетельствами и так далее и значит что он так оно и было поэтому виднее человек который пострадал от этой эпохи так сказать ну заслуженно незаслуженно ну я думаю что знаете когда я служил в группе советских войск Германии в 1976 году если бы я написал про тогдашнего нашего генсека то что он писал про Сталина с фронта своих друзьям я думаю ну посадить меня не посадили но так сказать потрепали бы здорово вот понятно что из армии пресса выборы если почта выборочна но проверяется я говорю достаточно одного дня Ивана Денисовича вещь хорошая так сказать подает представление об этом действительно и так далее что тут началось то потом мне объяснили ты куда полез они только что договорились что выпустят специальный том сокращенный значит архипелаг ГУЛАГ откуда уберут вот эту всю так сказать значит связанную там с Ласовым и так далее такие сомнительные моменты и как раз представляете если книга входит в школьную программу и ее каждый год переиздают для школьников представляете какие это деньги это огромные деньги вот то есть я просто влез как говорится в чужие дешевты я так идеологически что зачем нам детям которые еще не могут понять вообще синомен ГУЛАГа так сказать его разные стороны разные причины он же там упрощается на самом деле все гораздо сложнее же было и вот я тогда мне конечно орехи досталось ну вот сейчас опять когда вернулись к этой теме нужен значит в школьной программе Солженицын я снова выступил я вам хочу сказать я разместил в своем телеграм-канале ну там в общем было несколько десятков тысяч просмотров под сто тысяч просмотров вот этого небольшой такой заметочки так что тема тема продолжает волновать поэтому я не буду давать оценку Солженицу я его крупным писателем не считаю вот именно или 300 как художественного писателя хотя фигура он значительный вот и в общественной жизни и в духовной жизни но вот интересная деталь когда он умер он же был автором литературной газеты и мы пошли от редакции это еще было до этого конфликта естественно у нас до этого кстати были вполне нормальные отношения с Довои это с Натальей и мы от редакции втроем поехали возложить так сказать гробный венок выставили его вот этот в актом зале вот этого здания академии наук которое в народе называют золотые мозги помните там над москвой рекой и вот мы значит машины вышли и там от Ленинского проспекта там как раз академия такое значит ответвление дороги и мы идем и там выгорожены металлическими барьерами путь туда как с футбольного мальчика и путь обратно металлическим барьерами где-то наверное ну с метров 700-800 значит между ними стоят цепочкой милиционеры а по краям конная милиция стоит можете представить и вот мы идем по этому коридору втроем одни и оттуда идет один мужик который видимо уже идет и все меня так поразило то есть вы понимаете это думали что это будет столпотворение сконной милиции от нас было мы заходим там стоит гроб зал пустой около вдовы значит там в несколько там вьется начальников разных администраций президента министерств культуры и все знаете ну вы же понимаете что если бы умер действительно народный писатель наверное народ бы пришел то что не пришел обо многом говорит так что вот это примерно такое у меня мнение теперь по поводу формации я вам хочу сказать я не специалист я могу сказать одно что первую половину жизни я прожил в стране где видимо не очень удачно с большими так сказать провалами и ошибками длилась попытка выстроить социально справедливое общество отчасти это получилось отчасти не получилось но то что это была так сказать нацельно все-таки на создание какого-то социально справедливо сбалансирового общества я это видел я это чувствовал на себе как мальчик из заводского общежития из весьма скромной рабочей семьи в котором все возможности реализоваться так сказать были а вторую половину жизни я наблюдал как очень так сказать успешно и последовательно строится вызывающее социально несправедливое общество весьма успешно что я наблюдаю сейчас и никаких так сказать на этот счет перемен я так сказать не замечаю а имена первых лиц они понимаете символы не более того так сказать другие силы там мотивации и так вот пожалуйста к захару прилепи но какое у вас отношение спасибо ну вы понимаете ну как вам сказать ну то что он не мой любимый писатель я думаю можно не говорить вот есть писать когда у меня скажем так значит более интересный он значительная фигура литературного процесса но после того как он принял участие в изгнании Татьяна Доронина из хата имени Горького которому она уходила 30 лет и которым был одним из лучших да не лучшим нормативным театром страны поэтому у меня к нему отношение резко изменилось не говоря о том что он принимал участие в том что мои пьесы были сняты именно за поддержку Дорониной мне же сначала было предложено помолчать не влезать не поддерживать Дорониной тогда пьеса останутся как только я начал выступать прессе на телевидении сразу как я к нему после этого должен оказаться весьма скептически именно к его государственной позиции потому что у меня тоже есть оппоненты мои я с ними всегда боролся словом я никогда их не закрывал не запрещал не снимал из репертуара а тем более не отбирал театр у народной артисты я считаю грандиозным художественным вору водитель вот так дорогим кстати ей будет 90 лет и я боюсь что обида настолько сильна что она так в театр и не сможет переступить этот порог кстати вот мне рассказали что на день театра она приехала все-таки в театр сидела машина машина там скорой помощи не приехала потому что тяжело и ну это мне рассказывали люди близкие к ней и она посидела в машине посмотрела на фасад театра сильно изменившийся и сказал нет я к этим предателям не пойду и ее назад дом престарел увезли вот был недавно на день театра когда у вас был как ума вот такая история уважаем уважаем Михайлович огромное спасибо за ваше творчество ну и в качестве такого маленького пожелания слежу за вашим телеграм-каналом в настоящее время телеграм-каналы большущая вещь сильная особенно для тех кто помоложе чутка помоложе более помоложе ведите его активнее в качестве пожелания читают люди смотрят там действительно оптодейт информация которая необходима может быть даже разбавлять кусками ваших литературных произведений у вас чудные произведения которые нравятся буквально всем возрастом но это так в качестве маленького пожелания а теперь вопрос значит долгие годы я проработал в Германии но уже после вашего приводника СВГ работал в посольстве в военном аппарате ну и как вы помните 70-летие Победы накануне Победы туда приезжал Даниил Гранин Даниил Гранин выступал в Бундестаге Бундестаг весь встал ну в общем все такое у меня много за долгие годы работы в Германии у меня появилось много друзей немцев но прежде всего левых он выступал по нашему телевидению но не суть дела суть дела в том я его спросил как твое отношение к Даниилу Гранину ты знаешь он как редиска как вот раньше у вас ваши говорили снаружи вроде красный а внутри белый ну вот в связи с вашим коротким таким высказываем по поводу Ленинграда блокады ну и Гранин тоже может быть вы прокомментируете как-то ваше отношение к Даниилу Гранину спасибо ну вы знаете Даниил Гранин он конечно так сказать крупный был писатель советский и его вот эти ранние вещи там «Иду на грозу» что у него там еще было ну они в общем-то производили впечатление они были ну такие на острие на острие времени были актуальны так сказать весьма вот и фильм там я помню был хороший этот вот «Иду на грозу» последняя вещь значит какие-то появились такие ну подозрения ну скажем то что он в общем-то достаточно амбивалентен скажем мягко это когда появился зубор который был воспринят неоднозначно именно в силу и фигуры это и так далее но но с другой стороны ну а почему все писатели должны быть вот такие или такие ну и амбивалентные есть в общем и крупные и в то же время амбивалент почему бы нет я к этому спокойно отношусь вот значит последняя вещь которую я читал это мой лейтенант мой лейтенант это где он вспоминает свою фронтовую молодость вот возвращение с фронта вот эти так сказать отношения она конечно очень живо написанная и так так сказать интересно вообще-то это настроение об этом он раньше не писал и об этом вообще мало потому что это вообще была особая эпоха когда вернулись с фронта это так называемый скандал 46-го года об этом мало писали потому что многие же победители почувствовали себя ненужными понимаете оказалось что вообще стране трудно переварить такое количество победителей вот это особый вопрос мы с ним еще столкнемся мы еще столкнемся особая статья и она мне произвела впечатление эта книга ее даже мы по ней писали в литературном газете какую-то премию мы ее давали я сейчас помню вот то что он конечно был прежде всего так сказать либерал это да он конечно был либерал причем такой питерский либерализм он тоже отличается от московского особый поэтому я думаю что да такому правоверному так сказать коммунисту леваку он в нем правильно почувствовал что это другая так сказать другая но он крупный писатель и я в этом отношении если человек ну то писатель так сказать не встает на путь откровенной борьбы со своей страной в принципе я принимаю как бы любые его я могу соглашаться не соглашаться но я принимаю это как его вот взгляд на вещи его позицию и так далее литература должна быть разнообразна но только если ты не переступил эту грань надо сказать что у нас есть значит у меня есть товарищ питерский Дмитрий Каралец очень хороший писатель вот если книжки его попадутся советую почитать вот он был его ученик и такой близкий к нему человек значит и они часто общались и он мне от значит Гранина который оказывается очень внимательно следил за текущей литературой по крайней мере мои вещи он читал и он мне передавал его оценки моих вещей последний по-моему это был «Любовь в эпоху перемен» вот это последняя моя книга которую он прочитал и он передал что да там описано все достаточно точно и просил передать поздравление что роман удался и так далее то есть он такой был тоже широкий человек потому что конечно он понимал что по взглядам и по ориентациям и по семейной культуре назовем так так мы люди из разных миров но тем не менее он следил интересовался и если что-то получалось он радовался так что нет у меня в целом хорошее отношение к покойному граме Добрый вечер Михайлович большое спасибо за честно откровенное интервью такое не каждый раз встретишь спасибо большое вопрос у меня низко но они маленькие очень интересно следить за вами за вашим творчеством в том плане что действительно вы застали как молодежь плохо может себе представить две действительно полярные эпохи советскую и нынешнюю российскую и действительно вы очень верно подметили что задача построения справедливого общества это пожалуй я не так много стран могу назвать где вот не впадая в крайную неутопию действительно пытались этот проект осуществить на практике и действительно во многом преуспели это факт но вот относительно писателя который находится в таких вот бурных скажем так волнах жизненных вот вспоминая не так давно от нас ушедшего Юрия Бондарева мы его все оценим за военную дозу и за горячий снег безусловно и за баталью на просят огня я как раз вот в течение двух лет я перечитал вот все им написанное вот крупное произведение в основном но могу сказать так что как раз вот восьминесец на романе он к сожалению как писатель закончился двое последних романов читать невозможно особенно Бермунский треугольник то есть это по-прежнему так или иначе либо писатель либо будущий писатель в изменившихся обстоятельствах и вот до конца прочувствовать он их так и не смог то есть он остановился где-то на самом конце соответственно восьминесец с ощущением Афганистана и проблем над романей но это то что я заметил то что действительно человек понимает о чем он пишет и он это чувствует и вот хотелось бы узнать отношение к вот этой позиции ну вот моей в частности относительно Бондарева к творчеству самого Бондарева и хочу еще отметить конечно ваше безусловно замечательное произведение «Казанок в молоке» ваша шутка стала реальностью то есть табулизм он так иначе наступает поясню почему потому что мы все видим как прогрессируют нейросети даже отчат с G5 то есть сначала это был двухлетний ребенок потом если не ошибаюсь восьмилетний теперь это уже где-то человек возраста тридцати лет то есть он в состоянии уже генерировать не просто осмысленные тексты он может копировать стили некоторые он уже там обучается настолько быстро что его сейчас вынуждены были на некоторое время отключить никто не знает когда проверит когда запустит заново художники уже взвыли потому что нейросети рисуют лучше живого человека уже многие признали вот ваше мнение поэтому Бог хотелось бы услышать спасибо большое ну вы понимаете я вам хочу сказать что вообще писатели которые сохраняют достигнутый в молодости литературный уровень всю жизнь всю свою творческую жизнь их вообще очень мало есть хорошие писатели но вообще авторы одной-двух книг хотя написали они довольно много поэтому как говорится ну да в какой-то момент писатель какой-то писатель он теряет контакт с жизнью он перед ним возникает проблема лояльности знаете вот я сейчас наблюдаю молодых литераторов некоторых которые возглавили различного рода сейчас писательские так сказать союзы объединения вот и просто видно куда острота стала деваться она еще недавно была понимаете это даже сейчас в советские времена где в общем довольно жестко следили за тобой значит и конечно возникает это можно это нельзя вот ведь про войну уже тоже довольно долго было много нельзя это шло отвоевание буквально вот пробивал какую-то брешь допустим один писатель тот же Некрасов или Воробьев или Василь Быков и в эту брешь бросались остальное так оно было и потом я вам хочу сказать что вот эта жизнь на Олимпе когда человек становится большим писателем там все у него машина к подъезду у него там значит соседания сплошные загранкомандировки и так далее и так далее ну понимаете ну вообще Олимп это же такая маленькая строго охраняемая зона понимаете такой вот ВИП отель и постепенно вот кругозор сужается до этого а писатель по большому счету любой он в принципе пишет о себе о своей жизни и вот постепенно вот у него начинает проблема водитель вовремя машину не понял проблем проблема можно от этого пострадать можно пострадать вострадает и так далее и вот многие писатели таким образом поэтому те кто это понимают как тот же Проханов они там себе придумывают там газеты борьбу загранкомандировки Лимонов Лимонов на мой взгляд Лимонов он кстати принадлежал вообще есть два типа писателей есть писатели которые все таки умеют придумывать мир какой-то какой-то фантазировать что-то а есть писатели которые просто пишут я это называю мемуары быстрого реагирования вот вчера это произошло сегодня значит Лимонов это вот классика быстро этих много писателей вот значит и он он это понимал что он может писать только о том что с ним случилось и вот он политическую борьбу там в Казахстан там что-то там устраивать туда-сюда тюрьма там это все-все-все конечно не дай бог конечно никакого тюрьма но вот он это понимал и вот эти писатели себе что-то придумывают путешествия там какие-то западные писатели начинают какие-то экстремальные путешествия зачем вот для того чтобы вырваться с этого строго охраняемого понимаете олимпа ну а если не вырвался действительно это становится читать все скучнее и скучнее но главное главное это конечно проблема лояльности если эта лояльность уже поселяется у тебя внутри все то есть боязнь что-то сказать вот потому что вот я могу сказать что ну сейчас много такой литературы но ведь критического реализма почти нет и критики особо имеют понимаете о чем мы живем в совершенном обществе потому что у нас мало претензий так сказать к тому как наш социум организован кто так сказать у нас в политике кто у нас в управлении кто у нас в бизнесе у нас вообще что за бизнес элита которая значит я думаю боже мой так сказать ну наконец-то купил так сказать олигарх яйцо фаберже и выставил думаю народу отдаст нет просто выслушив показать что купил там себе это что элита это что третийкова что это такое об этом пишет кто-нибудь нет практически ни в публицистике ни в художественной литературе а это же вот тебе пожалуйста а в чем проблема есть естественно но в художественной переходит но не очень поэтому я вам хочу сказать что в принципе вот тот конфликт конфликт который оживит твою прозу поэзию оживит сделает ее энергетически мощной и интересным людям конфликты всегда себе найдешь другое дело вместе с конфликтом ты себе находишь проблемы и вот тут надо уже решать есть еще один путь когда даже самый юристический автор вынужден быть писателем фантастом показывая жизнь которая должна быть относительно сегодняшнего только лучше ну и такой путь возможен почему бы нет меня не смущает я считаю что надо всегда понимать что бесконфликтный писатель он никому не интересен поэтому надо сюда чувствует тут у тебя есть конфликт все накануне дня победы хочу вам задать вопрос зная ваше отношение к этой теме вот было значительное мое время пьесы Симонова парень из нашего города как вы считаете эта пьеса устарела или у нее есть еще как это возможно сценическое воплощение спасибо ну вы знаете ну конечно устаревает в общем достаточно быстро достаточно быстро литература особенно драматургия кстати вот драматургия она устаревает очень быстро и конечно сравнить по ну актуальности драматургию Симонова тот же там русский вопрос там парень из нашего города и так далее у него же много пьеса было скажем с его прозой с этой замечательной трилогии солдатами не рождаются я считаю это одна из лучших вообще книг о Великой Отечественной войне конечно нельзя это просто современная книга дневники разные дни войны тоже ее в свое время издали она тоже замечательная книга драматургия я думаю что у Симонова сильно подустарела она конечно была очень привязана он был понимаете он был писатель который очень очень так сказать четко чувствовал политическую коммунитуру а в театре она особенно особенно действенная потому что прозу знаете ее можно писать долго положил так сказать отложил потом будет а пьезы ненормальных которые пишут пьесы в стол их не было даже вампилов он так сказать писал будучи уверены что его поставят если бы он не полез на эту рыбалку понимаете ледяную воду значит байкальскую то уже при жизни его шли бы пьесы театр подошел к тому что вампилов был нужен на сцене пьесы поверьте мне драматургу у которого много где шли идут пьесы но вот сейчас когда я вижу что происходит в нашем театре который я назвал там драм-кружок при сумасшедшем доме понимаете вот мне не хочется писать пьесы потому что писать пьесы не зная что тебя в театре любят и ждут бессмысленно это знаете как идти так сказать до свидания к девушке которой нет вот дыши помыл все букет а девушки нет часы вот есть под которыми она могла потяжать а девушки нет понимаете вот это это то же самое что писать пьесы если тебя в театре не любят и не ждут вот и поэтому конечно он чувствует конъюнктуру зная что можно что нельзя а вот это что может нельзя устаревает быстрее всего пакет шварц так сказать старался об этом не думать до сих пор и другие там были драматурги вот кстати между прочим вот 200-летие значит островского замечательного великого нашего драматурга 203-е которое 12 апреля знаете прошло тихо как украинская ночь вообще я конечно не ожидал что 203-е великого русского драматурга создателя фактически вот русской драматургии вот так так сказать сделают может русские боятся я не знаю тогда как они русский мир будут восстанавливать на Украине если они боятся так сказать русского драматурга островского я не знаю вот и поэтому он конечно на мой взгляд интересно вот конечно можно поставить можно потому что есть удивительные мастера вот вытаскивать старые какие-то вещи наполнять их новым смыслом не по-боговоловски не уроды не проводя висекцию подлую висекцию а именно вот можно но тем не менее хотя вот не понятна одна вещь непонятна вот никому в голову не пришла мысль скажем поставить сейчас фронт Корнещука который произвел в свое время грандиозное впечатление на действующую армию прежде всего на офицерский корпус а ведь там очень многие проблемы сейчас как говорится рифмуются понимаете почему а потому что неинтересно нашему театру он живет другими страстями в интерес золотой маске это не входит вообще я хочу сказать что когда я думаю о нашем театре мне вспоминается значит одна басня изоба малоизвестная у него есть басня как леса залезла в мастерскую где отливали вот эти театральные маски античные маски полукруглые и вот она смотрела так как леса тузова написали надо же такое красивое лицо а мозгов совсем я когда в золотой маске в нашем театре я всегда вспоминаю потому что вот смотрите 200 лет оструска кто-то догадался поставить новую пьесу кто-то там в репертуаре любого театра есть поэтому сыгрались и даже не стали новую ставить но ведь у Островского не только же пьесы бытовые там и мелодрамы там и так далее и так далее там не только бесприданец там лес не в своей сани не садись у него же есть историко-патриотические пьесы и о смутном времени и так далее которые ну точно попадают в сегодняшнюю историю вплоть до географии где происходит событие ни один театр ни один театр в нашей стране а у нас все театры живут за казенный счет у нас нет театров которые самоокупаются антерпризных нет у нас театра понимаете ни один не поставил даже за казенные деньги это чем говорить это же понятно так что я думаю что все-таки Симонов который я кстати очень люблю он актуален конечно прежде всего своей вот этой она действительно у него бессмертная вот эта трилогия солдатами не рождаются действительно бессмертная дорогие друзья большое спасибо Юрий Михайлович вы хотели почитать я как говорится на закусочку прочитаю вам два-три стихотворения да я хочу поблагодарить за совет по поводу телеграм-канала вот у меня дочь занимается этим каналом ну я когда там накатит я что-то напишу я специально этим не занимаюсь и у меня есть один знакомый которого он каждый день выступает в своем телеграм-канале значит но мне с него пример брать не хочется потому что утром он пишет с добрым утром дорогие друзья а вещи он пишет спокойной ночи дорогие друзья и картинку какой-нибудь но зато каждый день я уж когда что-нибудь приспичит я значит вот ну можете сидеть какие-то куски размещать вот я вам прочитаю кстати заканчиваются такими значит стихами сейчас я прочитаю вот вот это то что я значит написал 28 февраля 22 года эти кстати стихи как раз вот этот первый сборник посвященный СВО были опубликованы называется мы идем даже литр в организм закинув ни в каком горячечном бреду я не грезил что пойдут на Киев русские по мартовскому льду но к одним и тем же автоматам примыкая смертные штыки осеняясь нашим общим матом шиблись братья а теперь враги мы идем и в схватке оголтелой не жалея крови и трудов свастику железом срежем с тела матери всех русских городов это было 28 февраля прошлого года как вы понимаете я еще оптимистично настроен но ничего так вот еще тоже в этом значит в этом же ключе сейчас я вам прочитаю полгода россия россия воюет в крови продвигаюсь вперед а кто воровал тот ворует а кто предавал предает шесть месяцев русские дали охвачены смертным огнем тревожно сверкают медали которые мертвым даем войной окончательной пахнет а мир болтовнею объят когда же царь пушка бабахнет царь колокол бухнет в намат давайте поблагодарим Юрия Михайловича Полякова за это интереснейший вечер последний это важное такое состояние я думаю мы уже и так превысили и можно еще чуть-чуть нет мы ничего не превышали сейчас вот перемены на фронте нехватка во многом там гибнут чтоб нам с вами жить а может окопным налогом буржуев пора обложить прощай суета фейерверков фуршетов и гонок паршей теперь у нас высшая мерка и строгий порядок вещей наш враг вероломный и лютый он глотку нам выграсть готов да будут отныне салюты в честь взятых навек городов спасибо большое Юрий Михайлович для тех кто хочет подписать книги